Музыка На Бурейской ГЭС после планового капитального ремонта введен в эксплуатацию третий гидроагрегат. Напомним, всего на станции размещено 6 гидроагрегатов мощностью 335 мегаватт каждый. Третий стал завершающим ремонтной кампании. Он, кстати, отличается экспериментальным колесом турбины. Замена выработавшего нормативный ресурс оборудования проводилась с полной разборкой и выемкой ротора-гидрогенератора. В настоящий момент третий агрегат работает в штатном режиме. На Зейском водохранилище началось обустройство будущей трассы ледовой дороги, которая необходима для обслуживания участков строительства второй ветки БАМа. Общая протяженность ледовой дороги составит свыше 5 километров. Ввести переправу в эксплуатацию планируется в начале следующего года. Пока толщина льда не достигла безопасных для передвижения транспорта показателей. Замеры показывают 30 сантиметров вместо необходимых 80. Тем временем на Зейском водохранилище уже организована дорожно-комендантская служба и обустраиваются заезды на ледовую дорогу. Новая маршрутная сеть, современные остановочные павильоны и обновление 70% автобусного парка. В администрации Благовещенска озвучили планы очередного этапа транспортной реформы. Отмечено, что в ее рамках автоколонна уже приобрела 29 новых автобусов, в том числе 8 лиазов повышенной вместимости. Весь общественный транспорт оснащен устройствами спутникового контроля ГЛОНАСС. Передвижение автобусов по маршруту можно отслеживать с помощью специальных мобильных приложений, а также информационных табло на остановках. Амурская точка кипения признана одной из лучших в стране и отмечена премией «Звезда года». С этим успехом ее поздравил губернатор при Амуре Василий Орлов. Специальная конкурсная жюри анализировала работу 155 точек кипения в России, оценивалась вовлеченность площадки в организацию федеральных мероприятий, а также вклад в развитие региона. Амурская точка кипения на базе областной научной библиотеки открылась весной 2019 года. К сегодняшнему дню в активе этой дискуссионной площадки несколько тысяч проведенных мероприятий. Только в уходящем году участниками дебатов на Амурской точке кипения стали свыше 20 тысяч человек. Сказка для детей и одиноких пенсионеров. Благовеченские волонтеры провели традиционную праздничную акцию. Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом пенсионеров, проживающих в Благовеченском доме ветеранов, а также юных пациентов областной детской больницы. Сладкие подарки от общественников получили также дети с ограниченными возможностями здоровья. В принципе, мы каждый год это делаем и поздравляем бабушек и дедушек. Приезжаем, дарим их подарки, поздравляем с наступающим Новым годом, дарим нашу любовь. Мы в этом году также еще поздравили детей в больнице. И в принципе, мы готовы, наверное, все-таки каждый год теперь ездить и поздравлять детей в больнице. Потому что в больнице находятся те дети, которым не каждый день приходят Дед Мороз, либо приносят им подарочки. Как известно, большинство муниципалитетов Амурской области, в том числе и Благовещенск, в этом году отказались от новогоднего фейерверка. И тем не менее, жители областного центра смогут полюбоваться красочным шоу. Фейерверк устроят на соседнем берегу Амура в Хэйхэ. Планируется, что разноцветными вспышками небо осветится с 8.30 до 9.00 вечера 31 декабря. Тема фейерверка – просветающий, красивый Хэйхэ. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова